Высшую реальность не изменишь, но можно изменить собственное восприятие этой реальности. Я пытаюсь правильно понять, как обстоят дела и что все это значит. Я вглядываюсь в свой личный опыт, чтобы разобраться, могу ли я глубже осознать его, основываясь на своем путешествии через жизнь. Хорошо, это очень полезный процесс. Прекрасное начало. Только не останавливайся на этом. Что ты имеешь в виду? Пусть твой разум всегда остается открытым к тому, что ты не пережил лично. Хорошо, мой разум открыт. В таком случае давай обратимся к твоей памяти. Поговорим кое о чем, что касается твоего личного путешествия по жизни. Случалось ли тебе неожиданно попасть на улицы под дождь? Конечно, не раз. Хорошо. Как ты ощущал тот момент реальность дождя? С досадой или с восторгом? Ммм, бывало и так, и так. Отчетливо помню случай, когда внезапно хвынувший дождь вызвал у меня досаду. Во мне закипела злость. Я со всех ног побежал под укрытие, но все равно промок до нитки. А вот другой случай. Летним днем прогуливался с одной своей юной подругой. Вдруг небеса пролились дождем. Это было на полупустой автостоянке. Внезапно девушка сорвала с себе одежды и начала танцевать. Она танцевала, вертелась и скакала, переполненной радостью. А я стояла, ошеломленной, ощущая, как салба, облепленного промокшими прядями волос, на лицо стекают струи. Она смеялась и звала меня в танец. Я присоединился к ней. Мы танцевали по парковке минут пять, пока не вмешалась полиция. Блестительница порядка была очень любезна. Она просто попросила нас одеться, чтобы ей не пришлось никого арестовать за непристойное поведение в общественном месте и нарушение гражданского спокойствия. Мы все втроем расхохотались, а затем мы с девушкой выполнили просьбу офицера. Я никогда не забуду этот эпизод. Это была чистая, ничем не замутненная радость, веселое озорство. Конечно, я знаю, что ты ощущал тогда. Потому и обратился именно к этому примеру. А теперь позволь задать тебе вопрос. Чем отличались эти дожди? Прошу прощения. Чем дождь в первом случае отличался от дождя во втором? Он был мокрее? Интенсивнее? Возможно, дождевые капли были холоднее или крупнее? Нет, на самом деле они ничем не отличались. Первый дождь не был сильнее второго, и погода была неветреннее. В обоих случаях я попал под теплый летний ливень. Так чем же все-таки различаются эти два опыта? Моим отношением, точкой зрения. В первом случае я был одет в деловой костюм и шел на очень важную встречу. И с моей точки зрения дождь был очень некстати. Более чем некстати. Он рушил мои планы. Он стал мне помехой на пути. Во втором случае я был в прогулочной одежде и гулял без определенной цели. Я увидел этот дождь как нечто забавное. Хорошо. А кто создал эти точки зрения? Я сам, конечно. Ты мог бы решить для себя, что эта деловая встреча не столь уж важна, или что к твоему небезупречному виду люди отнесутся с пониманием, правда? Ты мог бы видеть ситуацию иначе. Верно? Да. А теперь восприми дождь как высшую реальность. Ты не мог изменить тот факт, что идет дождь, но мог изменить собственное восприятие этой реальности. Ты не мог изменить высшую реальность, но мог воспринимать ее так, как захочешь. Это величайшая тайна жизни. Но это не всегда так просто. Это всегда просто. Однако, если бы я изменил свой взгляд на некоторые вещи, то жизнь утратила бы всю драматичность. Ага, вот мы и подошли к этому. Взять, например, седьмое воспоминание – смерти не существует. Господи, если бы человечество в целом приняло эту истину, что стало бы жизненными драмами, разве могли бы мы злиться, грустить или оплакивать усопших? А что бы тогда делали итальянцы? И это очень забавно. Да? А итальянцам, думаешь, тоже было бы забавно? Конечно. Они хохотали бы громче всех. Допустим. Но серьезно. На самом деле, неужели это может быть правдой? Одно дело сказать, что есть жизнь после смерти, и совсем другое – объявить, что смерти вообще не существует. Это чрезвычайно важное заявление. Ты так говоришь, будто в этом есть что-то новое. Почти в каждом тексте, где меня цитировали, во всех религиях, во всех культурах, во все эпохи, во всех контекстах, совершенно правильно переданы мои слова о том, что смерти не существует. Во всяком случае, в том смысле, как представляете ее вы – полное окончание жизни. Не существует такой вещи, как полное окончание жизни. Итак, смерть, как человеческий опыт, не существует. Она – конец твоего нынешнего физического существования, да. И этот опыт закончится в момент смерти, но не жизнь. Если ты веришь в Бога, то должен верить и в вечную жизнь, поскольку о ней говорят боги всех религий. А если я не верю в Бога? И это может изменить твои переживания, твой опыт, но не положение дел. Ты ощущаешь то, во что веришь, а твои верования определяются точкой зрения. И что нет никаких общих моментов, ничего свойственного каждому из нас? Некоторые общие черты есть, но ты можешь совсем не ощущать их. Все это очень запутанно. Прости, но дело в том, что в момент смерти ты будешь переживать на опыте то, во что веришь. А твое верование основано на восприятии, а восприятие обусловлено точкой зрения. И нет никакой возможности изменить свое восприятие? Есть. Во время жизни после смерти твое восприятие может измениться так же, как и во время жизни до смерти. И что может послужить причиной этого? Изменение точки зрения. Новый взгляд на вещи. А что к этому может привести? Многое. Включая осознание в первые моменты после смерти, что твой нынешний взгляд на вещи неверен. То есть он не дает возможности пережить выбранные тобой ощущения. Такое осознание немедленно изменит твои ощущения. Ладно, ладно. Давай-ка предположим, что мы просто... Могу ли я уговорить тебя просто описать, что происходит в момент смерти? Ты можешь рассказать мне это сейчас же? Я бы с радостью описал тебе возможные варианты, но, как я уже говорил, этот опыт совершенно разный у разных людей. Но приведи тогда хотя бы некоторые варианты. Это очень серьезный вопрос. Ты действительно хотел бы поговорить об этом сейчас? Да, я и так достаточно долго ждал. Я хочу знать, что происходит после того, как человек умирает. Субтитры forms something awesome preparations assert about